Фонд «Общественное мнение», который считается и является околокремлевским и прокремлевским социологическим центром, обнародовал данные об изменении уровня психотизации в российском обществе. Но то, что еще эпидемия ковида, вернее, ковидный менеджмент приведет к психотизации, было ясно, но цифры впечатляющие. За последнюю неделю, прошедшую с момента начала частичной могилизации, то есть 21 по 27 сентября нынешнего года, уровень тревожности в российском обществе вырос с 35 до 69%, то есть почти в два раза. То есть психотизация тотальна. То есть люди, которые выросли с тем, что лишь бы не было войны, вдруг неожиданно оказались внутри войны, причем вверх их туда заведомо победоносный правитель, 22 года, не знавший ни одного поражения со своей второй армией мира. Все это оказалось фейком и блефом в одночасье. И выступление Владимира Владимировича Путина, естественно, это кульминация этой психотизации. Это текст тяжелоневротизированного человека. Это совсем не тот вальяжный барин, который, откинувшись на спинку стула, вещал в ночь на 24 февраля о том, как изменится мир, и, видимо, искренне верил в блицкриг и то, что Украина окажется под его контролем, если не в течение дней, то единицы недели. Это совсем другое. Это капитан тонущего корабля, который, конечно, официально этого никогда не признает, но бессознательно и отчасти сознательно в этом уже не сомневается. Изначально вся эта спецоперация была, естественно, проявлением Эдипового комплекса Владимира Путина и его смоделированной России по отношению к США. Эдипов комплекс, ну, в отличие от Зигмунда Фрейда, я считаю, что борьба сына с отцом, который, безусловно, существует и выпущена в Эдиповом комплексе, это не в последнюю очередь, в первую очередь, месть отца за тот несовершенный мир, который он сотворил. Человек не может простить Богу, что этот мир несовершенен, и судьба человека в мире крайне сложна и трудна, ведь можно было жить в раю, если бы его оттуда не выгнали. Так и Путин должен отомстить Америке за несовершенство американо-центричного мира и отделиться от него, поскольку этот американо-центричный мир оказался слишком немилосерден к Владимиру Владимировичу. И он сегодня упоминал об этом в своем выступлении. Он говорил, что вот прижимали нас к любящей груди, а на самом деле камень проложили в нашу протянутую руку, плюнули в лицо, а нож садили в спину. И мы-то хотели быть своими, но своими мы стать не смогли, и поэтому Америка во всем виновата. Кроме того, покушаясь на власть отца в рамках того самого Эдипова комплекса, он же должен узорпировать полномочия отца, его власть. И самое главное, что прозвучало в сегодняшней речи Путина, это обещание нанести ядерный удар по Украине, опираясь на прецедент Хиросимы и Нагасаки. То есть раз Америке можно, то нам можно тоже, раз отец так умеет. Вот здесь уже включается фредистское понимание Эдипового комплекса. Если отец может спать с матерью, то и сын, значит, имеет на это право. Соответственно, если Америка применила ядерное оружие для того, чтобы склонить Японию к скорейшек, побудить Японию к скорейшек капитуляции, то мы тоже и так имеем право. Мы опираемся на прецедент, и наши действия легитимированы Америкой. Это она нам разрешила нанести тактический ядерный удар по Украине, а стало быть, он вполне возможен. То есть мы будем действовать как Америка. Все, что он рассказал сегодня, это концепция его войны с Америкой, не с Украиной, разумеется. И он должен обрушить американцентричный мир, пусть даже себе и наголову, поскольку вообще вся логика его поведения с 24 февраля нынешнего года совершенно суицидальная. И когда человек выбросил с 15 этажа, он не может остановиться на 7, не так ли? Причем он даже и не начинает кричать, поскольку он твердо уверен, что когда он ударится о землю, он, видимо, обернется чем-то гораздо большим и лучшим, чем он был до всего. Материальный мир, данное ему учащение, приобретает для него мучительный характер, а отказ, избавление от мира – это спасение. Вот Путин находится именно в таком состоянии.